всем привет с вами сергей проект по и эта рубрика книжные покупки давайте смотреть новинки которые я себе приобрел но надеюсь что-то из этого и вас тоже заинтересует смело пишите в комментариях мнение о моей сегодняшних покупках начну я с наверное уже традиционной покупки раз месяц я покупаю журнал мир фантастики покупаю журнал в магазинах hobby games и вот вышел очередной номер это октябрьский номер 227 за 2022 год естественно я вам сниму листалку вот буквально после этого видео этим делом и займусь далее хочу вам показать вот такую красоту вы посмотрите какой классный комикс неформатный в размер да он такой широковатый ближе к квадрату кому важно это комик называется мегалекс автор александр ходоровский и фред бельтран я вам тоже естественно постараюсь полистать на камеру я уже практически его прочитал я прочитал до процентов 80 совсем чуть-чуть осталось комикс строго 18 плюс из-за форм женских из-за году а сюжет кстати тут довольно интересный и обычно это фантастика фантастика которая такая крышесносная с крутыми поворотами неожиданными ходами в общем я вам подробнее расскажу когда сниму отзыв отдельно на этот комикс графический роман мега лекс мне нравится я жду развязки какая-то будет концовка и поток после этого будет снимать свой отзыв на это произведение далее как вы знаете а может и не знаете хотя иногда вы слышите какие-то напеваю определенные песни я меломан это было связано еще и с танцевальным и мы до прошлым но на самом деле я еще очень много слушал разные жанры разные группы и у меня определенный период например звучали в наушниках только то зарубежная музыка то только русская музыка русский панк-рок какой-нибудь ну разные этапы наверное многие проходили разные музыкальные этапы что когда кто слушал и вот у меня есть в одном ряду группы будь то это лимбискет будь то туда же of spring будь то туда же и children of boden и вот вышла книга 18 плюс серия называется боги металл сцены и вот книга про алексе лайхо и здесь кстати довольно небольшого объема она тут буквально 230 страниц еще и крупным шрифтом вот поэтому от первого лица вот рассказ про тут еще так красиво называется гитара хаос и контроль в жизни видео children of boden бомбора издает я не думаю что про книгу я сама буду рассказывать но то что вот такая красоте нюшка есть вышла я вам обязан показать двигаемся дальше теперь уже стандартные привычные наверное покупки на моем канале это фантастика тем более в серии звезды новой фантастики издательство азбука в которую я практически постоянно покупаю освещаю мне действительно нравится что они издают и тут автор роберт чарльз уилсом и произведение называется звездная жатва и и как вы помните я вам делал отзыв недавно на дарвине мне понравился там самостоятельный роман еще в этом же оформлении выходил спин я читал его до канала поэтому не стал себе покупать можно есть старом оформлении и вот теперь звездная жатва что нам обещает аннотация я вам зачитаю потому что я просто автоматически брал потому что во первых давно не выходило что-то у вилсонского ну дарвине вот вышло я все ждал и может еще какие-то вещи самостоятельно будут выходить и вот впервые на русском выходит это произведение когда на землю прибывает представитель всех могущие на планетные цивилизации предлагают населению планеты преобразится и стать с единым целом откинув материальную оболочку как на это ответить среди огромное население планеты на десять тысяч ответивших да приходится лишь один который ответил нет среди тех кто ответил нет есть врач мэтт уиллер из небольшого городка на тихоокеанском побережье ведь все его прежние представления добре и зле жизни и смерти боги и человеке подставлен под сомнение и он оказывается в положении когда приходится выбирать на четверть стороне в этом противопостоянии способным изменить облик самой вселенной но такие хорошие вопросы глобальные вопросы будут выдуматься поэтому с удовольствием почитаю дальше а это фан-зон как видите я у меня все разнобой хочу все-все выкладывать время в одном едином формате и так золотой век ключи локов и это кроссовер автор джо хилл и габриэль родригес здесь у нас кроссовер ключей локов и песочного человека если вы помните про ключи локов я вам рассказывал про песочного человека и мне тоже все скуплено от нила геймена но и наверно мало делал отзывов ну как так там сложные такие произведения они разные эмоции вызывают посмотрим что получится в таком необычном кроссовере узнаваемый рисунок по ключам локов я тут все узнаю то есть это ближе все таки это ключи локов ближе туда будет чем песочному по графике ну посмотрим посмотрим прочитаем вот есть он видите 18 плюс опять же значок наверное будет подниматься жесткие сцены или будет происходить много какие-то кровавости или страшных дел посмотрим какой получился эксперимент вот этот далее а опять азбука ну вот так вот я буду скакать это от издательства к издательству автопокупаемая серия классика детектива это все еще собираю все расследования ровульфа это рекстаут и вот очередной сборник гамбит и банальное убийство внутри тут не подсказывается ведь как приятно хрустит гамбит это роман погоня за матерью еще тут будет и потом банальное убийство будет включать себе три произведения убей сейчас заплатишь потом банальное убийство и кровь расскажет мира вульф арчи гудвин дуэт который мне очень нравится да я думаю вы видите по моему каналу я потихонечку прочитал много произведений написано и и что и собираюсь и полной коллекции надеюсь соберу и уже мы перевалили за половину так точно по смаду загуглить и узнать сколько еще осталось произведение сколько еще томиков будут собираться возвращаясь обратно к фан-зону и и на войну старика я вам делал отзыв буквально недавно джона скальце и вот уже вторая книга который называется бригады призраков я как раз там говорил что вот анонсировали что она выйдет и вот она уже поступила небольшого объема поэтому прочитается она наверное уже на следующие за следующую неделю уже появится отзыв как минимум и читается на легко здесь уже не те действующие лица и я только-только начал читать буквально прочитал страниц 10 наверно когда в метро ехал тут вообще пока непонятно какой-то ученые происходит атака на станцию на которую он находит и приходит эмоциональный которым он помогал какие-то такие похожи немножко на тараканов и они его уводят но чтобы не достался он другим там атакуют кто-то такую пытается его перехватить они говорят ну надо защитить ученого если чтобы он не достался врагам его надо пристрелить вот на такой сцене я собственно и закончил чтение была моя станция и еще не продолжал читать его сразу отложился до чтоб снять видео потом после прочтения мегалекса я продолжу чтение и собственно увидите отзыв на моем канале что тут и как будет происходить пишет джон скальцы для меня захватывающе интересным посмотрим посмотрим что будет в этом томике далее уже две книги от издательства книжный клуб фантастика они опять активизировались если вы помните вах у них там пропала заморожена что-то мы из манги выходит сделали классный анонс по европейскому комиксу тоже буду очень ждать его и я вот прикупил во первых вот такой толстенький наверное самый толстый из этой серии томик от майкла муркока элрик лунные дороги вы посмотрите какую весистый все как мы любим белоснежные страницы тут еще увеличен формат оформление легенды фантастики в этой серии вот отправиться на мою полочку вот про элрика много собрал опять-таки повод уже почитать почитать этот цикл закрыт для себя вопрос но мне очень нравится как издают книги не как часто потому что они очень редко издают это очень печалит а именно как они издают вот мне оформление нравится формат и вот книга смотрится дорого богат даже на булочке мы посмотрим как будет по содержанию ну что-то в муркоке я спокоен потому что это столпы фэнтези столпы фантастики поэтому на это в этом плане в тут я думаю будет все хорошо и еще один гигант фантастики это питер гамильтон тоже все скупил что уходила у книжного клуба фантастики все что от питера гамильтона выходила и буквально недавно я вам показывал томик спасение и вот теперь еще спасение нет еще один томик не стала смотреть что здесь чтобы себе случайно не заспойлерить опять же узнаваемое оформление узнаваемая серия жалко единство что тут вот не сделали перечень вот что чем в что в каком цикле что читать какой последовательности увеличены здесь отступы поэтому здесь всего лишь 400 страниц и я думаю читаться будет очень легко но я терзает смутные сомнения что видимо сначала надо все-таки прочитать томик спасения а потом уже считать спасение нет если я прав напишите об этом комментарии а если нет и можно спокойно спасение нет читать раньше тот тем более напишите комментариях я муж за это томик возьму что действительно как-то даже вот на ощупь маленький небольшой точно значит прочитается за несколько вечеров я считаю что это очень крутые книжные покупки согласны со мной если да то я достоин лайка или какого-нибудь комментария от вас пишите об этом комментариях читайте хорошие книги а с вами был сергей проект по пока что я делал